Встреча с Владимиром Сокольниковым Скажите пожалуйста, вот наверное самый важный вопрос, который я сейчас задам, который волнует и меня и наших зрителей, это состояние амурской медицины и ее проблематика. Поделитесь с нами этим вопросом. По состоянию амурской медицины, что можно сказать, вопрос этот, проблемы назревали давно, очень давно, коронавирус, эпидемия, они их выявили. Первое, что хотелось бы отметить, то что несмотря на просчеты правительства, несмотря на просчеты властей всех уровней, которые были причастны к теме, медики очень большие молодцы. Они как на войне сейчас. Абсолютно согласен. Отстаивают жизни. Хотелось бы им сказать большое спасибо за это. И мы как фракция ЛДПР должны предусмотреть, предложить правительству Амурской области проработать вопрос о награждении медиков, чтобы была у них медаль. Это хорошее предложение. Да, это предложение, наверное, на будущее, скажем так. Вот сейчас им выплачивают по 20 тысяч. Ну, что такое 20 тысяч все-таки? Ну да, я здесь соглашусь, не совсем правильно. Несоразмерно, я бы сказал. Несоразмерно. Может быть, когда пройдет лет 30-40, у нас появится более мудрое правительство. Может быть, им это медаль, медикам, которую сейчас вручат, может потом она им пригодится в жизни. Согласен. Я знаю о том, что сейчас существует заочное голосование. Давайте раскроем вот эту тему. Что это такое и как это происходит? Ну, опять же, коронавирус, он повлиял не только на состояние амурской медицины. Ну да. Да, то есть, скрывает другие проблемы. Самый серьезный вопрос, который есть на поиске дня у депутатов, это принятие бюджета. По бюджету всегда есть разногласия. У нас не так много денег на всех уровнях. Куда деньги можно потратить? И всегда возникают разногласия, и всегда должны обсуждать люди эти моменты все. Если им запретить это, или как-то, как объяснить-то даже, не запретить, а укоротить это право, то я считаю, ничего хорошего с этого не получится. Представительная власть, она, ну, в большинстве случаев думает, что это дармоеды, да, которые там сидят депутаты. Ну, это у нас образ такой сложился. На самом деле, это орган, который ищет компромисс между тем, что у нас есть, между нашими хотелками и нашей реальностью. И здесь это должно быть место для дискуссии. Сейчас в это ущемление демократии, я считаю, на уровне ЗАГСобрания, на уровне Советов Народных Депутатов. Органы власти, в принципе, так или иначе, они работают. Там, в закрытом режиме они граждан не принимают. Да, и есть такой момент, ну, можно же рассадить депутатов там в соответствии с правилами, со всеми медицинскими. Можно сделать все, было бы желание. Но тут я вижу желание ограничить, сократить демократию и все в этом отношении. Ну, и еще один не менее важный вопрос. Положа руку на сердце, проблематика всей страны. Но я хочу сейчас спросить именно о состоянии дорог в нашей области, в нашем городе в частности. По состоянию дорог, вот вчера буквально был в селе Орлецком, в Тамбовской области, позвали жителей. Там действительно, вот сейчас обращаюсь ко всем соответствующим структурам. Привет прокуратуре, можно сказать, привет нашим властям. Образовалась там наледь, и там, грубо говоря, мост требует замены. Там дырка. Может произойти трагедия, там ездят дети. Десять человек, может для кого-то это посчитают, что и мало. Ну, они могут попасть в аварию. Там очень сложно ездить. Жители неоднократно обращались уже во все инстанции, я так понимаю. Нет, ответа нет. Обращался депутат районного совета местный. Ну, пока ответ в процессе, пока никто ничего не устранил. Ну, как по нашему праву, там 30 дней ответа, да? Ну да. Есть. А за 30 дней может произойти все, что угодно. По состоянию дорог в городе Благовещенске, ну, хотелось бы отметить вот такой факт интересный. Есть у нас Кузнечный, переулок технический. Улицу Кузнечную в рамках федеральной программы буквально, наверное, в 2019 году ее сделали в рамках программы «Безопасные качественные дороги». После наших всех наводнений безопасная и качественная дорога превратилась в яму. Ну, как-то я даже не знаю, проблему надо решать комплексно. Обращаемся еще к проблеме, наверное, ливневой канализации. Это тоже большая проблема. Да. Ее надо решить вначале. И потом уже безопасные и качественные дороги, ну, их нужно решать в комплексе. И то, и другое. Нельзя вот одно сделал и на этом остановился. У нас так и получится. Деньги в никуда. Мы с вами подняли серьезные вопросы. Давайте ближе к позитивному. Есть какие-то позитивные моменты в нашей жизни? Несмотря на то, что сейчас не самое подходящее время это обсуждать, но мне хотелось бы все-таки закончить нашу сегодняшнюю беседу с чего-нибудь позитивным. Позитивное, я опять же обращаюсь вот к медикам. Все-таки есть у нас настоящие специалисты, настоящие люди, которые помогают, те же самые волонтеры. В принципе, у нас есть волонтерское движение и среди ЛДПР. Мы также раздавали пакеты, раздавали маски. Ну, это я себя не рекламирую, просто как бы... Но об этом надо говорить. Да, об этом надо говорить в числе других волонтеров. То есть, совершенно бескорыстно, совершенно бесплатно. Может быть, даже сейчас, в период пандемии, с риском для жизни, где-то заразиться. Раздавали пакеты малоимущим. Ну, как бы так. И вот про медиков, про медиков, все-таки отдельно хочу сказать спасибо им большое за то, что они у нас есть. Абсолютно согласен с каждым вашим словом. Спасибо огромное за то, что вы сегодня посетили нас, что мы подняли эти серьезные темы. Если в завершении вам есть что сказать, скажите прямо сейчас. Что сказать? Ну и спасибо. Друзья мои, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был координатор Амурского регионального отделения ЛДПР Владимир Сокольников. Спасибо огромное и до новых встреч. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова